И почему ты еще не на стримах HLE Play? Предсказание 2024 год. Булжать обзор года. Погнали. Если вы видите на экране PowerWash Simulator, лучшую игру всех времен и народов, если что, обычно это значит, что на дворе лето, играть не во что и нужно просто убить время. Но не сегодня. В этот раз я мою стены в PowerWash, потому что я хочу впасть в самообман и думал, что не было в 2023 году никакого цунами новинок, заставившие захлебываться тех, кто кричал, что индустрия. Самое одно, чтобы с чайком посидеть, когда вообще вот просто хочется почилить. В Steam, правда, куча игр выходит подобных. Ну, не PowerWash, а подобное имеется в виду, чтобы почилить. Типа, найди котиков, там, большое такое изображение, и там надо найти, допустим, 100 котиков. И там оно, там все прорисовано детально, и ты просто музыку включился на фон, там, и котиков типа ищешь. Я не знаю, типа того. Скатилось. Ладно. Мы встречали этот поток игр с великой радостью. Даже вечно ноющие игровые импотенты почувствовали шевеление в штанах. Но к концу года не было места, откуда не доносились бы рыдания по жестоко убитому свободному времени. Если вы совершили ту же ошибку, что и я, решив пройти как можно больше свежих игр, то вы сейчас пытаетесь найти дверь, ведущую в социум. И если найдете, окликните меня, пожалуйста, я тоже заплутал. Потому что я все еще нормально не очнулся, я все еще там. Подводить итоги года в этот раз невероятно сложно. Игровая индустрия не давала возможности спокойно себя рассмотреть и обдумать. О, нет. Она втопила педаль газа в пол и предлагала за ней угнаться. Лента новостей обновлялась так быстро, что превращалась в цветастую размытую кашу. Как-то уцепиться за происходящее удалось только недавно. Так что сегодня мы посмотрим, а что вообще было в 2023 году. Да, кстати. Что там вообще на самом-то деле из такого-то вышло, блядь, из офигенных новинок? Вот если так подумать-то, так-то на самом деле особо и не вспомнишь. А, БГ-3, точно. Бля, я вообще забыл. БГ-3, да, да, да. Ну, БГ-3 это имба, конечно. Что я буду ставить в этом году и на обозримое будущее в целом? Hi-Fi Rush? Hi-Fi Rush просто дерьмо, кусок дерьма. Я его даже не учитываю. Вид с вами Булджать, и мы начинаем. Сколь бы бесконечное число новых игр... Ай, он классик, но это реклама! Ебать, блядь, он реально ещё жив? Ну, типа создают пиратские сервера, или это официальный сервер, и там, ну, прям нормальный онлайн? Частенько можно услышать, что 2023 год войдёт в историю игровой индустрии. С чем? Можно поспорить, но то, что мы запомним его надолго, это определённо так. Для геймеров это, безусловно, был лучший год за всё время. Такой календарь релизов показывают разве что во снах. Игры выходили в таком количестве, и настолько плотно, что их приходилось не проходить, а поглощать в спешке, не пережёвывая, испытывая невыносимую тошноту и боль. Даже когда у игр пропал вкус, смешавшись на языке со всем остальным, всё равно хотелось сожрать всё, что есть. Звучит неразумно, я понимаю, но у кого хватит сил остановиться, когда стоишь у шведского стола. А это был буквально он. В одном только стиме 2020 года. А я вот поэтому люблю разделять игры, знаете, я нахожу игру, которая мне нравится, добавляю её в список желаемого, покупаю её на распродаже, чтобы как бы оставить её у себя на аккаунте. И я люблю постепенно. И ещё из-за большого количества игр у меня в стиме, я дошёл до того момента, когда я ловлю игры под настроение. То есть я, например, покупаю игру, я понимаю, что она хорошая, но сейчас я в неё не хочу играть. Но я всё равно покупаю, потому что я знаю, что у меня будет настроение, и я захочу её пройти и поиграть. То есть я беру вот так вот у меня настроение, и прям вот кайф, и прям вот залетает идеально. У меня какой-то такой, околофилософский даже подход к играм, я не знаю. Но зато позволяет насладиться прям с ужасным удовольствием и желанием продолжать играть. То есть вот прям записать. В году вышло рекордное число игр. 14 с половиной тысяч. Это около 40 игр в день. Даже если... Вот до чё нейросети доводят! Если уверенно заявить, что большая часть из вышедшего не имеет значения, то достойных игр останется столько, что ваше седалище срастётся с креслом, если решите во всё это поиграть. Мой быклок непройденного наводит на меня ужас, потому что он и так был не маленький, а теперь его как-то опасно раздуло. И я не знаю, что мне с ним делать, ведь я и так играл почти без перерыва, но это совершенно мне не пов... Ну вот Hi-Fi Rush, он на самом деле такой... Я вообще не понимаю хайпа вокруг Hi-Fi Rush. Он такой, блядь, скучный на самом деле, пиздец. Вот мы его играли. Он, блядь, скучный, я ебал. Лёгкий, скучный, я не знаю, прям... ХЗ. Как часто такое, что гуляешь по магазу и такой, опа, интересная игра, надо добавить желаемое. Потом видишь, что она уже там или вовсе куплена. Ну, у меня такого не было. Ну, вроде бы. Помогло. Такого обилия... Хуже котика? Нет, определённо лучше, чем стрей, конечно. Игр, в которые нужно было бы поиграть, никогда ещё не было, и ещё не скоро подобное повторится вновь. Слишком многое совпало. У нас тут и середина консольного поколения, ковид, из-за которого случились массовые переносы, и давление инвесторов, которым игровые компании в период большого роста несколько лет назад понаобещали кучу всего не подумав. Нам, игрокам, это информация по кайфу. При таком количестве проектов, любой ваш фетиш будет удовлетворён. Я абсолютно уверен, где-то лежит пошаговый гоночный градостроительный шутер с видом снизу и ждёт меня. Надо лишь только поискать. Вот только когда я буду этим заниматься, если я устал? Большинство игр сегодня не имеют никакого смысла, ведь они лишаются важнейшего аспекта. Тебя. Игр становится так много, что для них банально не хватает игроков. Ничего нового в этом заявлении нет, их не хватало всегда, но если раньше средний игрок даже не подозревал о существовании свыше 70% игр, вышедших в один год, то теперь эта цифра растёт вплоть до 99%. Коллекционеры обскурных игр и скрытых алмазов довольны, но разработчикам как-то не по себе. В 2017 году в Стиме вышло всего-то 7000 игр. И это уже было очень до хрена, ведь около половины из них не прошли отметку в 500 проданных копий, а треть не добралось даже до сотни. А сегодня вокруг образовалось так много конкурентов. Но учитывая, сколько там ещё мусора выходит, который тоже надо учитывать, огромное количество мусора, которые сделаны на... каким-то вообще готовым кодом, с готовыми текстурами, я сейчас не про Apple World, вот, вы поняли меня. Там вообще пипец. ...что стало не просто тесно, это уже давка со смертельными исходами. При этом общая картина как бы не поменялась, конкурировать приходится всё так же за крошки игроков, знающих что-то кроме колды и фифы. Конечно, если вы умный человек и умеете применять фильтры на графике, то вы сразу скажете, что часть той горы игр, вышедших в этом году, это откровенный, неконкурентно способный мусор, созданный в процессе рандомного нажима на кнопки в Юнити, и в сратые порно-игры, где приходится... Да, кстати, бля, меня так заебали порно-игры в Стиме. Они заебали тем, что они, сука, мешают нормальным играм, блядь, попадать в рекомендации. И вы можете сказать, что убери метку, типа, скрой метку сексуальный контент. Но есть одна проблема. Если, например, какая-то крупная, охуенная игра, и в ней, например, есть постельная сцена, ну, допустим, Ведьмак, то там вполне может быть метка сексуальный контент. Типа, предупреждающий о том, что есть сцены, так сказать, откровенного характера. И если скрыть метку сексуальный контент, то ты скроешь в том числе игры, которые не порнографичные, но у них в истории может быть вот эта вот нагота и так далее. И они заебали. А еще, знаете, что заебало? Они в топе продаж очень часто. Я просто часто захожу в Steam и чекаю новинки, будущие новинки, лидеры продаж. Ну так, быстренький экскурс, потому что бы я мог упустить из виду. И заходишь, а там популярные, блять, новинки. СЕКШУАЛ! Еще что-то там, блять, еще что-то там. И там одна порнушная хуйня. И я не имею ничего против порнушных игр, там даже есть порнушные РПГ и даже порнушные рогалики, но проблема порнушных игр, например, которые там рогалики или какие-то РПГ, что они говно по составляющей, потому что там весь акцент идет именно на порнухе. То есть там РПГ это как, как, блять, маленький элемент, то есть как хуйня, которая на самом деле дерьмовая. то есть понимаете, о чем я. То есть... Ой. МВ можно скрыть, так как это порноигр, у меня он скрыт. Сасывать в пене с доберманов сиськами. Ой, вы же все равно будете спрашивать. Игра называется Чурн Вектор из Вращуги. Поэтому общее количество, так скажем, коммерческих игр, разработчики, которые хотят, чтобы их купили и что-то для этого делают, конечно, увеличилось, но не до истерического значения, как может показаться. Но главное-то ведь то, что увеличилось, и это не дает разработчикам расслабиться. Тем более заскучать им не дает тот факт, что теперь их игра может всем надоесть еще до своего релиза, что значительно повышает шанс провала. Вы, вероятно, видели футажи Unrecord, игры с видом из нагрудной камеры, графика, которая настолько реалистична, что разработчикам пришлось доказывать, что это реально сделано на компьютере. Выглядело это настолько потрясающе и оригинально, что даже в сухих новостных заметках ощущалась упавшая от восторга челюсть. Знаете, один из факторов это охуительно правильная работа камеры в сочетании с хорошей графикой, которая показана, и охуительно пиздато настроенной камерой лица вот этого, он просто... Просто, если вы уберете камеру, ну и сделаете статичной, максимально, без поведенческих каких-то особенностей, и даже с такой графикой все равно будет немножко понятно, что игра, хотя графика крутая. Но вот с этим это вообще не... ну прям... прям... прям трэш. Unrecord хотелось увидеть на своем экране и ощутить, каково это управлять видеороликом с камеры. Оставалось только дождаться эту игру и чувствовать величие Unreal Engine 5 своими пальцами, но ждать не пришлось вовсе. Не прошло и месяца, как популярность набрала демка The Pad Prototype хоррора со всеми фишками Unrecord, с видом из нагрудной камеры и реалистичной графикой, которую оказалось довольно легко воплотить. А еще через пару месяцев анонсировали еще один подобный хоррор, а потом еще один. То есть это какая-то механика, которая легко применяется, да? Как это правильно сказать? Еще один. И еще. И еще. А несколько месяцев назад заанонсили Bodycam, которая настолько не отличается от Unrecord, что их невозможно различить без названия в уголке. Блин, жесть! И мы, скорее всего, даже не узнаем, когда большинство из этих игр выйдет, просто потому, что паблики и сайты тупо устали писать про очередную игру с видом камеры из камеры. Меньше чем за год после показа Unrecord Bodycam игр с реалистичной графикой стало так много, что лично мне они уже надоели, хотя ни одну подобную... Ну вот это конкретно, что я показываю, это хуйня, какая-то. ...дум на данный момент даже не трогал. Мы в реальном времени наблюдали уникальную ситуацию, когда тренд выжимают досуха еще до того, как тренд появился. Unrecord за своей прорывной графикой и задумкой умудрилась устареть почти сразу после показа геймплея. Она уже не впечатляет своей картинкой и вряд ли кому-то интересно, выйдет ли эта игра вообще... Нет, фильм грязь я не видел. ...учитывая, что можно поставить мод на камеру в той же Ready or Not и получить Unrecord еще до релиза. Ситуация с Unrecord не средняя по палате, но она весьма красноречиво описывает нынешнюю ситуацию, которая со временем станет более очевидной и устрашающей, чем сейчас. Создать игру все меньше становится проблемой. Проблема не создать ее в пустую и не сделать ее бессмысленной. Технологии и информация сегодня настолько доступны, что каждый из вас способен сделать свою собственную игру всего за несколько месяцев. И это одна из основ... Это, кстати, правда. Вот про это тоже речь. Технологии развиваются и порог, который требуется для того, чтобы создать хотя бы что-то сраное на коленке, чтобы загрузить это в Steam, заплатив 100 долларов за проход игры в магазин, становится все ниже и ниже и ниже. И мы дойдем скоро до того, что каждый второй школьник будет делать с фри-модельками и так далее свои штуки и будет заполнять этим-этим Steam, сэкономив с завтраков 100 баксов. ...совных причин, откуда взялись 14 с половиной тысяч игр в Steam. Теперь эта цифра пугает, не правда ли? Соваться на рыночек уже не так... Ну, так и так, надо изучать программирование. Поправьте меня, насколько я знаю, что в некоторых уже даже нет. Если делать игру определенного уровня, по-моему, даже программирование не нужно. Там как-то... Я просто... Бля, не помню. Это какой-то движок или еще что-то. Но, в общем, суть в том, что там как-то это делалось не программным кодом, а как-то по-другому. То есть, на уровне... Как-то... Как-то иначе. Короче, не надо было писать код, а как-то по-другому. А софт, он как-то все понимал и все работало. Не помню, как это... Как-то хуйня называется. Но точно было, блядь. У меня брат двоюродный уже клепает однотипные кликеры и заливает их на Яндекс.Игры и даже получает какие-то копейки с тамошней монетизации. Просто блоки объединяешь? Может быть, да. Может... Блочное программирование? Я не знаю, как это называется. Блюпринты, но по описанию, может быть, вы поняли. Сейчас обычный чат GPT может дать нужный код по запросу. Ну, тем более. А, Visual Scripting называется. Может быть. Так охота, да и для игроков такое количество излишне. Но несмотря на то, что конкуренция просто убийственная, что твою игру могут скопировать до релиза, что спустя сутки ушлые китайцы наклепают 10 клонов твоей игры, это все значит лишь то, что твои шансы на успех абсолютно равны всем остальным, даже представителям ААА-разработки. Дело в том, что подавляющая часть разработчиков уже несколько лет находится в сумеречной зоне, где вещи происходят просто потому, что аналитика там не дееспособна, правил как таковых нет, а пожелания игроков смертельно опасны. Ведь геймеры в большинстве своем становятся иррациональными зверями, которые могут обвинять Modern Warfare 3 во всех грехах, ронять ей рейтинг до отрицательного и при этом делать эту игру одну из самых прибыльных в 2023 году. Ну знаете, я часть проблемы, но виноваты разработчики. Наличие хорошей идеи, качественного исполнения и даже денег больше не гарантирует тебе успех. Все зависит скорее от того, сколько раз ты ударился мизинцем за всю свою жизнь, чем что-то реально понимаешь. Нужно какой-то пропускной фильтр в стим водить, чтобы мусора не было. Конечно, такой фильтр сложно сделать или как-то грамотно сформулировать. Ну это живых людей надо сажать, блядь. Ну и представь, что будет твориться. Сколько, я думаю, запросов, которые в стимы... Ну это... Это целый штат нанимать, кормить их, чтобы просто в стиме не продавалась игра, которая тебе в теории тоже может привести доход. То есть за... Ха-ха-ха, за обрубку своего доход ты еще должен заплатить сам. Странно. Мой любимый пример OnlyUp. Эта игра, как Simple Dimple, хайповала на каждом углу. Журналисты пытались понять причины ее успеха, каждый стример считал своим долгом срывать на нее голос на глазах у сотен тысяч человек. Это... А я не делал этого. Эту игру все обсуждали, называли новым инди-хитом, а потом в дома геймеров врывались люди в костюмах и стирали память. А OnlyUp забыли невероятно быстро, и я не удивлен, потому что игра полная дерьмища. Я уверенно об этом заявляю, потому что есть Betten Brutal. Эта игра... Ты слышал про нашу отечественную игру под названием Смута? Никогда. Расскажи. Расскажи однояйцевый близнец OnlyUp. Обе эти игры про подъем на вершину обе делают этот процесс сложным, а ошибки жестоко наказуемы. Разница только в том, что у Betten Brutal есть почти все, чего нет у OnlyUp. Удобное и понятное управление, выверенный стиль и атмосфера, продуманный левел-дизайн, простор для развития скилла и даже пользовательские карты. Словом, Betten Brutal объективно лучше сделан, чем OnlyUp, который по факту является нагромождением бесплатных ассетов, собранных вместе по гайдам на ютубе человеком, впервые запустившим Юнити. Если что, я не злой. А собочек Онляп это сам, в принципе, все признает и понимает и даже впал в какое-то подобие депрессии из-за своего успеха. Но у Онляп было одно огромное преимущество, которое в наше время перекрывает вообще все. По ней можно было делать больше мемов, контента и смешных нарезок, потому что игра до жути тупая и полна идиотских багов. Это буквально все. Других причин успеха просто нет, вы их даже не придумаете. То, что Betten Brutal оказалось игрой, создателю которой было не плевать слишком сильно, стало ее... Игру Онляп прикрыли из авторских прав. А почему? Главная проблема. Какие авторские права были нарушены? Какую-то модель спиздилка, за которую не заплатили? Эта игра прекрасна для своей ниши, но за нее не зацепиться. И поэтому, несмотря на все свои плюсы, несмотря на более высокое качество продукта, на схожесть идеи и на то, что самое важное, я акцентирую на этом внимание, о двух этих играх люди узнали почти одновременно с разницей примерно в неделю, на Betten Brutal всем было плевать настолько, что даже летсплеи купленного не помогли, как и трансляции известных стримеров по всему миру. То есть, игру не обделили вниманием, ее охотно показывали на миллионную аудиторию, но максимальный онлайн Betten Brutal в Стиме 269 человек, зато у Онляп больше 11 тысяч. И самое тупое, что Онляп полностью удалили из Стима по решению разработчика. Эту игру сегодня невозможно купить, только ее китайские клоны, так что аккуратнее, это все скам, но онлайн Онляп все равно больше, чем у Betten Brutal, который продается, у которого вышла вторая официальная карта и множество пользовательских. Да даже у китайской подделки больше онлайн, ну это как бы улетает. Если бы я был на месте разработчика Betten Brutal, я бы жестко тельтанул, я бы провернул бы этих тупых геймеров на члене и ушел бы из индустрии, даже не дропнув бетонную ванну, потому что игра вышла на два месяца раньше Онляпа, а все называют ее клоном. По версии этого сайта 75% разрабов выпускают только одну игру и перестают разрабатывать игры вовсе. Ну, на самом деле это ожидаемо, потому что разработка нормальной, хотя бы я не говорю про какой-то ААА проект, где задействовано несколько там сотен разработчиков, просто выпустить игру более-менее нормальную, ну, хотя бы которая работать будет без багов, интересной и так далее, это пиздец. На самом деле это охуеть как трудно. Вот представьте, вот даже если вы умели программировать, вот представим, что вам не нужен никто, вы можете все сделать сами, написать музыку, создать модели и запрограммировать. Вот вы полностью готовы к созданию, один человек, вообще кайф, да? Не надо деньги тратить. А теперь задумайтесь, помимо технической основы, которую вам нужно будет сделать, а это пиздец, есть еще одна большая проблема. Идея. И реализация. И это ебать как трудно. Потому что, если вас сейчас спросить, какую бы вы сделали игру, вы сказали бы, ой, да там будет то, 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 то. Но когда вы начнете делать, вы поймете, что это просто ваш набросок. А по факту, блядь, чё да как и как и чё, вы не знаете. То есть игру-то надо чем-то наполнять, разнообразить, как-то сделать интересной. То есть сколько еще нужно придумать? И это просто придумать, блядь, потом реализовать. И люди тратят огромное количество времени, чтобы сделать игру. И не получают никакого отклика. То есть абсолютно никакого финансового успеха. И вот здесь, кстати говоря, как у меня с летсплеями встает ситуация. Игра-то может быть даже хорошая, допустим, получилась, но не нашла отклика. И человек просто встает перед выбором. Я должен потратить, там, не знаю, это я от балды говорю, 20 часов в неделю на то, чтобы развлечь каких-то двух, блядь, своих фанов, которые купят мою игру. И чтобы они насладились и при этом как бы жизненно жили дальше спокойно, а я должен тратить по 20 часов на это в неделю. И ничего за это не получать, и быть неуслышанным, неувиденным, и при этом еще и без выручки. Либо потратить 20 часов в неделю на себя. На свое развитие, может быть, на работу какую-то другую, которая принесет мне счастье и успех. Вот так вот. И они уходят, естественно, тратить это время не на игры. Если сразу успех не получается, то слишком затратно, слишком долго, слишком много времени уходит. А как же маркетинг для игры? Тоже громадный. Да мы сейчас не говорим про маркетинг. Маркетинг понятно. Даже на Ренпай, на Веллу сделать уже заебешься. Хотя там все примитивно до пизденения. Ну, заебешься, но все-таки это не идет сравнение. Блядь, то, о чем я говорю. Это хуйня. Полная причем. Из этой же статьи, фактически, только 443 разработчика выпустили более 10 игр. 4 разработчика выпустили в Steam более 100 игр. Впечатляет. Вот так вот. Он ляпа. Разработчикам сегодня недостаточно сделать хорошую игру. Надо опускаться до показа пердящих и блюющих женщин в рекламе, чтобы хоть как-то привлечь внимание игрока. Они должны научиться вести стадо, иначе капуста тебе просто не светит. Происходило ли подобное раньше? Загораживала ли одна игра другую и оставляла ее в тени безвестности? Проваливались ли игры безвестких на то причин? Безусловно. Фактически, каждый разработчик переживал полные провалы, прежде чем выпустить успешную игру. Но раньше тебя не закатывали катком из 40 игр в день в кучу тел таких же неудачников, как и ты. Не было такого, что два незнакомых друг с другом инди-разработчика в один год совершенно случайно выпускают платформеры с козой на главной роли. Мне кажется, это все-таки значит, что в индустрии становится тесновато. Говорят, это временно, что в 2024 году будет меньше игр и дальше будет поспокойнее, привычнее. И если посмотреть на крупные релизы, то так оно и есть. В голову приходит разве что Индиана Джонс, да, ремастер Last of Us 2. Но что-то мне подсказывает, что выдыхать рановато, ведь игр станет еще б... Пердящие женщины, где скачать, это реклама мобильной игры была. Больше. А почему бы и нет, если в нынешних условиях побеждает тот, кто оказался проворнее и удачливее? Вынашивать свою игру мечты уже нет времени. Ведь чем дольше ты ее делаешь, тем выше шанс того, что ее перекроет игра про деберманов с сиськами или что еще хуже, кто-то сделает твою игру раньше и возможно даже лучше. Про это у меня есть целая история. Недавно я пообщался с Богу47, автором Corn Kids, одной из тех самых игр про кос, о которых я упоминал. Бога рассказал, что начав разработку в 2011 году, он был вероятно единственным инди-разработчиком, который тогда создавал 3D-платформер. Ведь этот жанр был неактуален и фактически мертв. В тренде были 8-битные пиксели и простенькие игры. Поэтому создавалось ощущение, что Corn Kids это что-то важное, то, что идет против течения и то, что людям действительно нужно. И чтобы не ударить в грязь лицом, Бога вылизывал эту игру как только мог, но пока он этим занимался, недоделанная, но замечательная The Hat in Time вдохнула в 3D-платформеры новую жизнь. В этом жанре внезапно появилось множество замечательных игр на любой вкус. Nintendo выкатила Mario Odyssey. И выйдя лишь только спустя 12 лет усердного труда в 2023, Corn Kids едва успел запрыгнуть в последний вагон уходящего тренда 3D-платформеров. Помарину эту игру еще пару лет, и она стала бы просто очередной. Эта прекрасная во многих отношениях игра просто бы затерялась навсегда. Бога прямо так и говорит, что его самое главное сожаление как разработчика это то, что он не выпустил Corn Kids тогда, в 2011-12 году. Поэтому сегодня, чем легче ты расстаешься со своими проектами, и чем быстрее ты берешься за новые, тем больше шансов выстрелить. А чем больше ноунеймов одиночек будет выстреливать, тем больше их будет плодиться. А в итоге-то что с игрой-то нормально? Все как-то, ну, заработал? Нет? Миросети в этом движи определенно окажутся решающим фактором. Когда появятся доступные для масс генеративные инструменты для разработки, а они появятся уже в ближайшие пару лет, 14,5 тысяч игр в год будет небольшим количеством. Это правда. Вся эта ситуация мне напоминает одну эпоху, когда появление доступного и понятного инструментария породило сотни игр с Адамом Хусейном, созданных ради Кека. Эпоха флэша. И есть все предпосылки того, что мы направляемся прямо в сиквел той эпохи. Скандал про списки Апштейна еще не успел остыть, а про волшебный остров уже выходит выживач и не один, с нейроартами, бесплатными ассетами и прочими атрибутами подобных игр. А русы против ящеров, они появились еще когда мем был актуальным, а мемы сегодня не живут так долго, как тот же Рикардо Милос, если что. А буквально через неделю можно было найти игры, паразитирующие на успехе русов против ящеров, поэтому да, я думаю, мы уже наблюдаем первые ростки Flash 2.0. Если зайти на тот же и... Бля, ну вот эти вот игры, кстати, по мемам, такое дерьмо. Вот те же русы против ящеров, просто помойка, блядь. Ну реально какая-то хуйня ассетная, какой-то кусок говна. Слушайте, ну прикольно, прикольно, я рад за него, прикольно. Судя по отзывам, уже можно примерно понимать уровень продаж и у него все нормально. Просто отзывы, понимаете, как и комментарии к видео. У тебя посмотрел тысячи человек, а комментарий написал один. Вот с отзывами в стиме то же самое. И по отзывам можно уже понять, насколько она продалась. 280 стоило в России, нормально, 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 нормально. 898 человек за все время было этого. Ну ладно, так или иначе, по самым, по самым, по самым этим плохим подсчетам было продано 11, почти что 11 с половиной тысяч копий. А это на самом деле, ну, на самом деле это хуета, конечно. Понятное дело, что он продавался не только в России, но даже посчитаем по-российским, да, 280 мы умножаем на 11500 и получаем чё, блядь, а я неправильно сделал, блядь, ой, получаем 3 миллиона 220 рублей, 220 тысяч, и разработка шла 10 лет или сколько там. Да, отсюда мы отнимаем 30% налогов, ой, 30% того, что забирает Steam, также отсюда мы убираем налоги, я не знаю сколько налогов, пусть будет 10%, но они наверняка больше, и получаем 228, также отсюда мы отнимаем копии, выданные бесплатно какое-то количество, ну, ладно, их не будем считать, и допустим, 2 миллиона 10 лет это 120 месяцев, итого мы получаем 16 666 рублей в месяц, неплохо, ты чё, дурачок, блять, вот так, столько ты получал, пока разрабатывал игру, ну, понятное дело, да, разработка шла наверняка с перерывами, еще что-то, но, не важно, так или иначе, до выхода, мы, мы, исходим из того, какие данные у нас есть, чем проще, доступнее будут инструменты, тем больше будет решать идея, на самом деле, да, есть огромное количество людей, которые действительно могут предложить охуенную идею для игры, и она наверняка зайдет, но их останавливает незнание вот этих всех вещей, которые нужны для создания игры, и, следовательно, они не реализуют ее, вот, в этом есть и плюсы, и минусы, и плюсы, есть ситуации, которые играет. Играет музыка, что можно своими глазами увидеть тысячи игр, выпущенных за последний год, которых нет в стиме, и весомая часть из них, это не какой-то низкопробный трэш, хотя и его достаточно, а игры, которые потом становятся вот этими внезапными хитами, о которых никто не подозревал, ну, или, по крайней мере, эти игры хоть что-то дают игроку. А игроку уже многого и не надо, всего-то забавную идею да возможность оказаться в центре бурления. Графика, сырость, компетентность, и даже геймплей тут не имеют никакого значения, главное получить от игры новый опыт. Если разработчики забросят свой проект, ничего страшного, народ нашел очередную странную хрень, которую захайпят Вышигоры ради забвения через пару месяцев. Всего 5 лет назад такая игра, как Смута, была бы бескомпромиссно осмеянная, оплевана всеми подряд, но сегодня, мне кажется, у нас она может стать большим хитом, если не по продажам, то как минимум по обсуждениям, и многим она неиронично понравится. Лишь бы там было весело, а то запускается ли она вообще, это уже второстепенное. Большие компании из-за этого ворочаются во сне, если вообще засыпают. Пока они пытаются в оптимизацию расходов, какие-то ноунеймы стригут бабки под... Вот у тебя есть те ресурсы, время плюс мотивация создать игру, движок ты полностью знаешь, что бы ты хотел создать. Может, есть такие мысли? Я бы на самом деле создал Айзек 2.0. Это будет проще. То, что бы я хотел создать, это проще описать такими словами. Это был бы рогалик, но... Именно вот Айзек 2.0, грубо говоря. То есть я бы сделал нечто гораздо большее, чем Айзек. Он бы... Это было бы все рогалик, но количество того, что бы там происходило... Короче, всякой хуйни был, вообще все по-другому было бы. ...потратив копейки. Sony, Microsoft и же с ними очень хотят, чтобы их тоже хвалили за сырые игры, которые не доделают когда-нибудь потом, но им нельзя. Масштабы и денежки все-таки разные. В ААА секторе уже настолько все привычно, что становится скучно о нем рассказывать. Там, как всегда, вселенские проблемы, каждый год становится все хуже, и вообще завтра большие компании ну точно-точно умрут. Ну вы знаете, диагнозы все те же, решения, как всегда, не нашли. Но в этом и прошлом году студии столкнулись с последствиями своих решений, когда ковид всем вскружил голову. В 2020-м людей загнали по домам, и большинство из них открыло для себя видеоигры впервые или к ним возвращались заново. Видеоигры стали лучшим развлечением в той ситуации, и это буквально озолотило индустрию. Доходы большинства студий, от маленьких до больших, выросли вплоть до 60% и продолжали расти, а у некоторых просто случилось X2 по выручке. Менеджеры, конечно же, начали показывать инвесторам зеленые индексы цифр и улетевшие к верхним значениям графики, рассказывая, как все обогатятся, если еще больше вложиться в игровую индустрию сейчас. И инвесторы вкладывали, не прикопаться же, действительно цифры растут. Денег стало так много, что большие компании начали скупать вообще все, что есть. Жунов, художников, пирожки для них, новые офисы, лицензии и, конечно же, другие студии. Пока весь мир испуганно гадал, что... Дота на геймпаде, блядь, я уверен, не на этом играть. ...дальше. Только в игровой индустрии были почему-то уверены, что если даже... Возможно, твой... мидлейнер на геймпаде, блядь, играет, или бы на балалайке. ...ковид пройдет, люди будут сидеть по домам и проходить видеоигры. Но любой нормальный аналитик еще в 2020 году понимал, что количество геймеров и продаж упадет так же быстро, как оно и взлетело, что и произошло. Они ожидаемо нашли кучу занятий вместо видеоигр. И вот тут-то у менеджеров, заключавших сделки на сотни миллионов, появился взгляд на сотню километров. Инвесторы увидели, что рынок видеоигр сильно просел, что цифры вернулись до ковидным и они начали нервничать, желая хоть как-то отбить вложенные деньги. Сама прибыль перестала соответствовать ожиданиям, прогнозы стали неутешительными, экономическая ситуация в мире улучшаться не собирается и тем, кто раскидывался деньгами в ковид, повезло меньше всего. Пришлось буквально закрывать и сращивать студии, которым нечем было заняться и которых нечем было кормить. Подозреваю, что многие игры вышли именно в 2023, чтобы показать в отчетности, что прибыль есть и успокоить инвесторов. А то успели ли игру доделать, смогли ли добавить все, что планировалось, это уже не так срыва. Культ оф дэ лэмп. Блять, игра, которую я ждал, можно сказать. Сеттинг, исполнение и так далее. Блять, каким же говном она оказалась. Вспомните, я ее полностью прошел. На стриме, на максималке, по-моему, вроде бы там был выбор сложности. По-моему, был. Да, был, был. И она, бля, это просто пиздец. К сожалению, кроме стиля, просто нихуя у игры нет. Ебать, я разочаровался, боже мой. Это был такой отстой. Просто, бля, хуита. Ради этих же отчетов буквально проводятся акты людских жертвоприношений. Студии вычищаются от лишних работников ради оптимизации. Реально обида, потому что я думал, что, блин. В прошлом году в игровой индустрии случился рекорд. Уволили свыше 10 тысяч человек. И это стало настолько модно, что лишь за 1 январь 24-го уволили 5 тысяч. Происходит это по разным причинам. Некоторые студии убирают излишки работников, имевшие смысл ковид. Другие новости про увольнение в правду частенькают. И сворачивают не самые перспективные или экспериментальные отделы, но некоторые компании, и это не секрет, на увольнениях зарабатывают. Скажем, они продают игру хорошим тиражом или делают какие-то штуки, которые увеличивают капитализацию компании и тут же списывают сотню-другую человеческих душ, а освободившие средства приписывают к доходам. Получаются очень внушительные цифры, которые можно смело показывать инвесторам, убеждая их, что именно эта компания твердо стоит на ногах, пока всю остальную индустрию трясет. А это значит, что можно рассчитывать на новую порцию денег еще и с... Да, мы смотрели маккей. Оббавкой. Какая бы причина, или маккейна увольнение не была, это скверно, потому что у людей почва под ногами разжижилась. Неважно, сколько компания, в которой ты работаешь, зарабатывает. Тебя могут уволить одним днем без четких причин и ничего ты с этим не сделаешь. Та же Майкрософ достигла капитализации в 3 триллиона долларов, а через сутки после этого в компании было уволено 2000 сотрудников. Поэтому в последние годы разработчики активно требовали организации профсоюзов, чтобы издатели и директора не могли так легко выставлять работников на биржу труда. Но думаю, теперь эти разговоры сойдут на нет, ведь чтобы бороться за наличие профсоюзов, у тебя для начала должна быть работа. В таком состоянии индустрия вошла в 24-й год и теперь у нас есть хоть какое-то понимание куда оно все движется и что можно уверенно предсказать. Чем мы сейчас и займемся, но сначала давайте посчитаем сколько соток вы мне задолжали с... Вообще, как по мне, пока что золотой век индустрии был в прошлом десятилетии с 2010 по 2019 год. Куча тайтлов, которые запомнились и дали кучу эмоций. Игры с душой и идеи, а не исключительными желаниями заработать. Я тебе открою секрет, мой друг. Про игры с душой ты назвал совсем, блядь, не то время. Потому что желание заработать является первостепенной задачей еще с ебанистических времен задолго, блядь, до ебаного 2010 года. Это бизнес, чел. Люди работают. И нет чела, который пришел и сказал всем привет я организую компанию, вложусь миллионами долларов прямо сейчас, организую рабочие места, значит, медицинскую страховку, оформлю вас по всем законодательным нормам, создам офисные помещения, куплю оргтехнику, блядь, буду вкладываться в рекламу и так далее, но вы не парьтесь, мы просто делаем игры для души, я просто меценат, готов каждый год платить миллионы, десятки миллионов долларов, просто чтобы вы делали для души. И акционеры такие. пиздец, доходы летят нахуй, их нет, блядь, просто, блядь, одни растраты. Покупаю еще акции, вкладываюсь в компанию. Блядь, чел, откуда ты это высрал вообще? Запомните, цель любого творчества, в том числе и игрового, музыкального, любого, это в любом случае, в конце концов, финансовый успех. И в этом нет ничего плохого. Потому что, блядь, схуяли, кто-то что-то должен делать, а при этом ему что делать, этим людям? Сосать хуй? На что им жить? Или они должны существовать ради того, чтобы ты, блядь, играл в игру с душой? А как бы, блядь, а как, тебе-то похуй, да? Ты пошел работать, денег заработал, все у тебя заебись, блядь, поиграл и забыл. А там рабы сидят. Которым деньги не нужны, они для души, блядь, делают. Ну вот, хлеб и воду им достаточно, блядь. У них, нахуй, желания, блядь, как у тебя стать успешными нет, конечно же. Они существуют, чтобы удовлетворять твои ебучие потребности. Нет, они существуют для того, чтобы заработать денег. Просто нет ничего плохого в том, когда человек хочет заработать денег. Вопрос в том, каким образом он это делает. Это единственный вопрос, блядь. И игры в 2010-2019 никто, блядь, не делал для души. Ну как бы нет, люди могли делать игры с душой, но с целью заработать. Одно другому не мешает, понимаешь? мы не берем в расчет какого-нибудь одинокого задрота инди-разработчика, который захотел воплотить свою детскую мечту и ему похуй на продаже. Да, как бы мы не берем в расчет эту хуйню. Потому что таких единицы, они есть такие люди, таких единицы. А остальных, конечно же, цель заработать. И никто тебе, блядь, для души не делает. И то, что ты называешь для души, это твое личное восприятие. Исключительно. Плюс ты еще не учитываешь, что 2010, 2019, 2010 был 14 лет назад, ты был на 14 лет моложе. У тебя и трава была, блядь, зеленее. И хуй батин вкуснее у тебя во рту. Но прошло 14 лет. Ты уже обдрищенный, понимаешь, маслом. Ты уже, блядь, переиграл во все. У тебя уже все доступно. Понимаешь? Гигабитный интернет. Крутой компьютер, блядь. У тебя все есть, блядь. Ты уже пересрался. И, конечно, ты сейчас такой сидишь, блядь. Я это уже видел. Мне это, блядь, неинтересно. Но понимаешь, в чем есть прикол? Что сейчас в мире, в мире есть дети, которые играют в эти игры, которые выходят, и спустя 14 лет они скажут то же самое, что сказал ты, только уже про 2024. вот и вся структура. Потому что у них совсем другие эмоции. Они только это познают, только с этим сталкиваются. Они только получают первые эмоции самые пиздатые, самые пиздатые. А когда они старуют старыми скуфами, блядь, они будут говорить, что когда мне было 14 лет назад, вообще пиздец было. А сейчас хуйня ебаная. А по факту-то, что и раньше говно выходило, и охуенные игры, так и сейчас то же самое. И говно, и охуенные игры выходят. И любое творчество в любого формата всегда сопряжено с двумя факторами. Охуенным и говном. Всегда, вообще, любое. музыка, худо, игры, блядь, рисунки, я не знаю, что угодно, сука, блядь, вообще. Хуйня и говно. И оно всегда появляется. Хуйня и говно. И ничего не меняется на самом деле в этом плане. Первая сотка сразу же летит ко мне в карман. Предсказать волну увольнений, переносов и отмен игр было несложно. Индустрия слишком поверила в себя, считая, что горы денег решат в конечном счете все их проблемы. Но решение нашли в рекордом сложнее, я поставил на то, что игр сервисов начнут разрабатывать больше, и чисто технически я оказался прав. Но отследить такие игры становится все сложнее, и поэтому посчитать их затруднительно. И, если честно, мне это лень делать. Их продолжают создавать, но, по всей видимости, такой термин, как игры-сервисы, стал не слишком респектабелен, поэтому и разработчики, и паблишеры его стараются лишний раз не использовать, а порой даже уходить в глубокое отрицание, как создатели недавней Suicide Squad или того же Redfall. Между прочим, это очень удобно. Если игра-сервис провалилась, то можно сказать, что она никогда игрой-сервисом и не была, и даже не планировалась, а игроков ожидали только бесплатные DLC и контентные наборы. А если стало успешной, то в игре всего лишь добавили элементы лайф-сервиса, о которых игроки давно просили. Студия активно адаптируется к аудитории и стараются ее лишний раз не раздражать, поэтому прошлогодние Diablo 4, Mortal Kombat 1, Street Fighter 6, Honkai или тот же The Finals фактически никто не называет лайф-сервис играми, даже игроки, несмотря на то, что они ими являются. Поэтому я думаю, что лайф-сервис игры претерпят некоторые метаморфозы и спробуют новые методы маскировки, но исчезать из нашей жизни они не собираются и продолжат выходить, хотя как и год назад я уделю, что их так же слишком много. Считаю, что сотку за игры-сервиса я получил, но засовывать в карман я ее не буду, потому что моя ставка на NFT и блокчейн не сыграла. В том году никто не обсуждал, как надо внедрить маски и блокчейн в игры, говорили только о том, как эта гора мусора красиво горит. Я не разочарован, готов проигрывать сатен каждый год, лишь бы поддерживать огонь, но ощущение того, что блокчейн или его подобие так или иначе заберется к нам в дома, никуда не пропадает. Но об этом чуть позже, ведь прямо сейчас я залутал самый легкий косарь в своей жизни, поставив его на рассвет ремастеров и ремейков. Учитесь у меня бизнесу, весь этот движ с ремейками и ремастерами претерпит некоторые изменения сложного года, но об этом тоже чуть позже. Еще одну сотку я отдаю вам, поскольку Electronic Arts в этом году не удивила. Да, у этой компании вышел новый джедай и он хороший, но вернуть веру в сингл помогли студии, от которых я не совсем этого ожидал. Тут и Armored Core 6, и Atomic Heart, и Alan Wake 2, и конечно же Baldur's Gate 3. Но спасибо родителям за то, что я такой интеллектуал. Две сотки за Ubisoft летят мне в карман. Удивительно, но их Assassin's Creed Mirage оказался как минимум играбельным и даже говорят неплохо продался. Но больше всего я не ожидал, что многим фанатам этот растянутый огрызок придется по вкусу. Я их, конечно, не осуждаю. Да, Mirage, блядь. Но и платить за игру 50 баксов считаю глупостью. На фоне любой другой игры, да даже на фоне DLC к Вальгале, Mirage рассеивается как дымка и вспомнить хоть что-то из похождений Басима становится очень сложно. Вообще не понимаю, нахуй они на этих как его унытиков пошли на поводу. Фального возвращения к корням как-то не ощутилось и отказаться от платных единорогов надолго не смогли. Там уже наборы на любой вкус и цвет, что немножко намекает. Аватар оказался тем еще проходником, его даже не хотелось проходить. А чем ближе судно с Call and Bounce подплывало к причалу релиза, тем не видно, что оно уже полузатопленное. Вы еще точно забыли, что выходила такая игра как The Crew и The Settlers и, что сказать, жалко этих добряков. Все это не слишком хорошо отражается на стоимости Ubisoft. Блин, серия The Settlers офигенная была. Раньше прям пиздецы как у нее дрочились. Очень было круто. Первые, вторые, третьи. Вот прям самые первые части. Прям вообще ППЦ. Очень дико заходило. Было вообще кайфно играть после шкилы и еще что-то. Поэтому у меня с этой серией теплые воспоминания. Софт-акции, которые плавно опускаются в цене. Пока что ситуация не смертельная, но их новые игры не должны быть просто потрясающими. Они должны быть хитами. Если этого не произойдет, компания, к сожалению, рискует встретиться с очередным Вивенди, который захочет... Да-да, есть. Хочу срать. ... ее купить. И скорее всего, купит. Еще одна... Сотка летит ко мне в карман, потому что, несмотря на всеобщие психозы, несмотря на то, что некоторые утверждали, что ничего не произойдет, Майкрософт все же купила Activision Blizzard и подарила нам одно из самых запоминающихся и напряженных мыльных шоу в игровой индустрии. В остальном, контора Фила Спенсера не блистала успехами и даже наоборот, облажалась фактически во всем. Halo Infinite уже хочется отключить от аппарата, чтобы не мучилась, о новых герзах даже не заикнулись. Форзу Мотоспорт пропустили, кажется, все и даже самым важным релизом года умудрились изговнякаться так, что уже не отмыться. Нет, Starfield продается и продается очень даже хорошо, кто бы там что ни говорил и как бы не хотел верить в полный провал, но систем-селлером Starfield так и не стал. О любви и поддержке фанатов он получил еще меньше, чем Fallout 76, а это, извините, постараться надо. У Sony напротив все неплохо, но порадовать они меня так и не смогли. Сотку за Человека-паука я забираю, потому что это не просто безопасный сиквел, это игра, где самым ярким моментом для меня была езда на велосипеде. И я надеюсь, вы заметили тот самый болт, который положили на PSVR 2, поэтому я забираю с собой еще и косарик. За год не обнаружилось ни одной причины покупать эту приблуду. Итого я в плюсе на 2600 соток, чтоб каждый занес мне на стриме, ясно вам? С таким баблом на руках можно и попредсказывать побольше, и рисковать поэтенсивнее. Первую сотку я поставлю на то, что новая консоль от Nintendo не выйдет в этом году, несмотря на то, что многое указывает на обратное. Обычно, когда инфополе активно наполняется слухами и непроверяемыми сливами, то через некоторое время они подтверждаются. Выход потенциальный, Switch 2 предсказывают уже довольно давно, и многие уверены, что она выйдет в конце 24-го. Акции Nintendo на фоне этих слухов уверенно растут, люди с заводов поговаривают про поступление новых неизвестных экранов, а некоторые так и вовсе утверждают, что Switch 2 будет на супер-мощном железе. Последнее меня как раз таки смутило, потому что Nintendo особо никогда и не была про железо. Консоли этой компании не хотят быть коробкой запускающей игры, они стремятся стать частью игрового процесса и быть интересными в использовании. За это обычно приходится платить тем самым железом и соревноваться по мощностям с телефонами, но зато ты никогда не знаешь, чего ожидать. Что бы там ни готовило Nintendo предугадать это просто невозможно. Двойной съемный экран, шлем из картона, контроллеры из воздуха. В любом случае, что бы там ни было, новый аппарат от Nintendo будет необходим к покупке. Но мне почему-то кажется, что в этом году мы останемся без новой консоли Nintendo. Максимум будет анонс. Скорее всего сотку я проиграю, но так интересней. И раз уж мы заговорили о консолях, то можно поставить сотку на Xbox и PlayStation. Чудо в прошлом году, как я и предполагал, не случилось. Xbox так и не смог нормально бороться с PlayStation, потому что он все еще пытается забраться на ринг. Прошло 4 года с момента выхода серии SX, но до сих пор никто не понимает, чего именно хочет добиться Microsoft. Ну то есть, если в компании хотели всех подсадить на облачные технологии, выпускать свои игры на платформах конкурентов и оказывать услуги подписочных сервисов, превратившись в обычного крупного издателя, тогда на кой черт было создавать самую мощную консоль в истории, как конкурента PlayStation 5? А если они все-таки хотят бодаться с Sony за подвивителя, то где нахрен игры? Все проекты, которые должны были продать вам Xbox, наоборот, заставляют владельцев Xbox его продавать. В этом году ситуация не изменится, ставлю на это сотку. Журналисты утверждают, что вот сейчас-то это год Xbox, он захватит рынок, потому что у Sony больших релизов нет. А я вот думаю, чем он там собирается захватывать? Почему-то один только Helldivers 2, который даже не эксклюзив в PlayStation вызывает больше интереса, чем большинство проектов Microsoft. Да и если смотреть на игры зеленых, то самым занимательным будет Индиана Джонс, от которого неизвестно чего ожидать. Hellblade 2 технически изумительная игра, но запускать консоль ради нескольких часов неспешной ходьбы с битвами на мини-аренах это несерьезно, простите. А Woft, да, я уже не способен произносить название этой игры правильно, я бы даже хайповал ее, если бы разработчики попридержали бы рот закрытым. Потому что из их интервью складывается ощущение, что они там не справляются и вырезают из игры вообще все, что есть. Но это тема для один... Блин, нам еще 14 минут в разговоре. Остается еще ээээ... Флайт-симулятор? Ну так это игра для особых душевных состояний. Смотря на все это, складывается ощущение, что в самой Microsoft тоже не очень-то верят, что Xbox причастен к чему-то хорошему. Не резак не буду. Почему нам нужно в это верить? Поэтому я ставлю еще одну сотку на то, что Фил не будет сжимать свои яйца в кулаки, убеждая нас, насколько Xbox может быть крутым и дерзким. Он и дальше будет изображать Иисуса, радеющего за всеобщность доступа к играм. Для игроков нет ничего плохого в том, что Microsoft выберет траекторию поставщика сервисов и будет выпускать свои игры по одной подписке на всех платформах, которые вы можете вспомнить. Но за этим нет мощного образа. Тут не к чему прикоснуться и нечего ощущать. Это просто бездушная подписка. Если выбрать эту сюжетную развилку, все наследие Xbox рискует просто развеяться со временем и никто даже не вспомнит, насколько инновационными и смелыми зеленые консоли когда-то были. В индустрии тем более уже было такое. Вспомните Sega. Сегодня даже Ёжик Соники едва ли оставляет вспомнить об этом имени. А ведь раньше Sega выпускала одни из самых дерзких консолей в истории и выбивала дерьмищи из всего, что под руку попадалось. Но в какой-то момент она стала издателем, не от хорошей жизни, кстати, и вроде бы все, ей живет, не тужует, выпускает игры, но вы понимаете, моя Sega так и не вернулась из прошлого. Поэтому я не против того, что делает Microsoft, более того, лучшая консоль, если вы любите играть в игры, но мне хочется сильный бренд, к которому хотелось бы приобщиться просто потому, что он крутой и делает игроков счастливыми. Я не хочу просто клевую... Не, Sega в свое время прям нормально трахала. Подписку имени Фила. Это не весело. На фоне этого может показаться, что про PlayStation говорить будет максимально скучно. Ну, хорошо у них все и хорошо. А сотки на что ставить? Но я чуть не забыл, что наш любимый Джимбо ушел со своего поста. Это значит, что синий пузок могут ждать изменения. Ждать их надо через годик-другой, но именно 24-й определит, куда компания будет двигаться. Больше по играм-сервисам или придерживая своего привычного маршрута сюжетными одиночными играми. Это интересно, потому что и тот, и другой вариант довольно рискованный. Про игры-сервисы и так понятно. Это не совсем то, что игроки ждут, и их уже слишком много. А вот одиночные игры могут не окупаться в условиях экономического спада, раздутых бюджетов и дефицита людей. Многое зависит от того, какой ход сделает Microsoft. Если она официально сложит оружие и начнет выпускать свои игры на PlayStation, то Sony может с пробуксовкой проехаться по телу иксбокса. PlayStation пожрет рынок огромными кусками. В глазах игроков Sony станет главным производителем больших игр, поэтому выпускать и на сможет что угодно и когда угодно, хоть растянутые DLC си по фулл прайсу. Забыл, как они назывались. Crash Bandicoot, Cards, но так это по-другому называлось. НИТ, забыл. На флойке первой пиздец дрочили. С мамой играл. Суходь, ремастеры, ремастеров. Конкуренцию ей может составить только Tencent, у которого сейчас свои... Crash, так Team Racing, проблемы. Лично я ставлю сотку на то, что Sony рискнет пойти по пути одиночных игр, но с гибридными наростами сервисности, вроде того же рогалик режима в God of War, которые, если что, еще и можно отдельно продавать. Но для начала ей бы разобраться с уже анонсированными сервисами вроде заведомо провальный Fair Games и интригующий марафон. Я бы на месте Sony их потихонечку слил. Еще одну сотку я поставлю на анонсы... Ты так и не искал, как тебе Slime Rancher. Ну, прикольная игра. Ну, такая. На разок буквально. Игр по франшизам Sony, например, по вселенной людей в черном. Почему, я расскажу подробнее чуть позже. В этом году у Sony пустовато. В 24-м от этой кампании сюрпризов как-то не ожидается. Предложить могут разве что ремейк Uncharted'а, хотя я уверен, что Sony хочет продать нам ремейк ремастера Last of Us 2. Поставлю сотку разве что на анонс Ghost of Tsushima 2, а вот сиквел Days Gone'а даже не ждите. Ну и уже, видимо, традиционный косарик на то, что PSVR 2 продолжит вызывать укупивших эту приблуду приступы недоумения. Пользователи PSVR 2 фигурально и буквально проводами привязаны к одной консоли, которая ограничивает пользователя как в количестве игр, так и функционалем. Собретение PSVR 2 на мой взгляд кажется бессмысленным. Да, сторонние игры на этот шлем будут выходить, да, в них будет приятно играть, но пока на него не будет мощных эксклюзивов от самой Sony, говорить просто не о чем. А вот будут ли они? Скорее всего нет, потому что это ж какие должны быть эксклюзивы, сколько в них должно быть вбухано денег и рекламы, чтобы все побежали в магазин покупать PSVR 2 вместо любого другого шлема. Сегодня это кажется совершенно невозможным, поэтому я так уверенно оставлю косать. Две сутки я ставлю на то, что в этом году в Стиме выйдет либо примерно равное, либо большее количество игр, чем в 2023 году. Для этого весьма благоприятная почва. ААА-сегмент освободил немного места для маленьких хитов, череда внезапных успехов кривых и косых игр подстегивает азарт разработчикам, а нынешняя снисходительность игроков по отношению к раннему доступу позволяет энтузиастам рисковать малым, при этом получая много. При таком раскладе через несколько лет можно ждать перенасыщения рынка, из-за которого разработчики начнут уходить из индустрии навсегда, но сегодня мы пока что кайфуем и следим за новыми субжанрами и откровениями, которых на самом деле будет немало. В ответ на это большая индустрия собирается окукливаться. Компаниям нужно обезопасить свое существование, пока они не поймут, как полноценно заменить сотню людей одной нейросетью, чтобы никто не жаловался. Я даже не надеюсь, что в ближайшие пять лет я увижу оригинальные высокобюджетные проекты с интересными идеями где-то кроме азиатского рынка. Точнее, новые тайтлы, о которых мы ничего не знаем, наверняка находятся в разработке прямо сейчас, но у них пока что больше шансов закрыться, чем дожить до релиза. Из западных компаний на реальный риск сейчас может пойти разве что Юбисофт и то лишь порыве отчаяния. Пока весь мир штормит, все стремятся так у них же вроде бы все не очень хорошо у Юбисофт. Поэтому ставлю сотку на то, что к продолжающейся череде уже поднадоевших ремейков и ремастеров всего и вся присоединится череда сиквелов всего и вся. Маловероятно, но я все же предположу, что в 2024 будет несколько неожиданных анонсов продолжений игр, о которых не только давно просили, но и на которые даже не надеялись. Пожалуй, поставлю на это неуверенную сотню, а вот на что я поставлю сотку уверенно, так это на то, что с 2024 игр по лицензиям и странных коллабораций станет в разы больше. Да-да, мы сделали полный круг и вернулись к играм по фильмам, причем качество этих игр все так же остается под большим вопросом. Это отвратительно. Робокоп, Индиана Джонс и даже тот же Ки... Хотя Робокоп, кстати говоря, вроде бы нормальный получился. Кинг-Конг это лишь верхушка колоссального айсберга, с которым мы столкнулись. Успех Хогвартс Легаси и Марио в кино с прочими киберпанками и одеваемыми. Почему аниме и игры называют тайтлами? Тайтлами не называют игры и аниме, тайтлами можно назвать почти что угодно. Для того, чтобы понять, что означает слово тайтл, тебе нужно овладеть английским языком на уровне второго класса. Одним из нас не замечусь. И тогда ты резко поймешь, почему используют это слово. ...нам остаться не мог. Нас ждут трансмедийные истории, когда по игре снимают фильм или сериал, на хайпе выходит сиквел игры, по которой потом снимут еще один фильм и так далее, и так далее, и так далее. Это выгодно всем. За последние годы было много примеров успешного взаимодействия игр и кинематографа. Ремеди вообще давно пытается связать игры и сериалы, а Кодзима недавно пообещал изменить представление о кино и играх в принципе. Можно лишь гадать, какая франшиза получит игроизацию в ближайшем будущем и какую игру захотят экранировать. Желаю нормальной игры по Джону Вику жесть как. В идеале студии хотят новые конвейеры со знакомыми многим вселенными и персонажами известных франшиз. Sony со вселенной Марвел сейчас делает именно этот самый конвейер. Но для создания подобного потребуется усилие множества людей, которых становится все меньше в индустрии и множество денег, которые тратить надо аккуратнее. А это еще одна причина, из-за которой оригинальных IP в ближайшие годы ждать лучше не стоит. Конечно... Блядь, чел объяснил ему нахуй один. Написал по-русски title. По-английски title. Вот это ты нахуй, блядь, объяснил, челу, блядь, это пиздец. Это все не произойдет прямо в 2024-м, это долгоиграющий тренд, но думаю, к концу года по новостям будет уже очевидно, что ветер дует именно в... Ну так правильно же, ту сторону. А вот что мы увидим в 2024-м, так это действительно странное и неожиданное сотрудничество в тех играх, в которых это ожидаешь меньше всего. Поехавшие коллаборации из Monster Hunter все-таки стали нормой благодаря Роблоксам, Фортнайтам и прочим Вартандерам. Эти игры доказывают, что даже если вы разрабатываете игру про ужасы Первой мировой войны, анимешные девочки хуже не сделают. А если это игра-сервис, анимешные девочки в окопах просто обязательно. Чего-чего, а игр-сервисов станет еще больше. Ставлю на это горькую сотку. Если верить опросам, то целых 95% игровых студий планируют делать игры-сервисы или игры с элементами сервиса. Блин, главное, чтобы за БС были. О, Халк Хоган. Престанут ли их делать даже как... Которого за расизм отменяю. Да все вокруг будет гореть? Конечно нет. 2023 год доказал, что игры-сервисы сегодня это как казуальные мобильные игры 10 лет назад. Самые доходные проекты в индустрии. Последний на сегодня квартальный отчет Electronic Arts показывает, что игры-сервисы такие как Футбольчик, Апекс и Батлаб принесли ей 68% от общего дохода, а именно 1,3 миллиарда долларов. Даже уничтоженная и ненавидимая всеми Battlefield 2042 сыт на лица хейтеров, не только начав приносить доход, но и увеличив свою аудиторию аж на 17% за год. Геймеры опять проиграли сами себе, пытаясь... Ничего себе! Не просто не упала аудитория, а увеличилась на 17%, то есть сохранила вот тот онлайн на моменте, когда фиксирус, и 17% подросла. То есть вообще успех это отсутствие падения за год онлайна. Я думаю объяснять почему не надо. А здесь еще 17% роста. Вот это жесть. Бойкотировать игры-сервисы, покупая скинчики за 60 баксов. И теперь даже Юбисофт стала настолько смелой, что возвращает продажу вот это. Батлкор Арена выходила в раннем доступе еще в 2017 году и с абсолютным треском провалилась, после чего была просто тихо удалена из стима. Но в этом году игра возвращается к продаже. Успеха ей не видать, ставлю на это пятихат, но сам факт того, что такая игра вернулась из мертвых и на что-то надеется, вызывает некую неуверенность в том, что ты действительно что-то понимаешь. Ну, типа, может это действительно то, чего хотят игроки? Может быть перед нами будущий большой хит? Возможно, как раз таки из-за того, что я все это... На самом деле, я бы посмотрел механику, как один шар выбивает другой за пределы, он разъебывается. Знаете, эдакий смеш... Как же она называется-то? Я... Спамить какие-то проблемы были. Драки по... у этого... у Nintendo 4 чувака там можно выбить за пределы. Fall Guys, блядь. Какой, сука, Fall Guys, нахуй? Super Smash Brothers. Да. На самом деле, я бы посмотрел бы киберспортивную хуйню вот по такой игре. Мне кажется, это было бы пиздец. Учитывая, что там можно делать шаром, выталкивать, надо и стрелять, и талии, мне кажется, было бы жесть. Ну, было бы прикольно. Я сейчас рассказал, вы захотите, чтобы я проиграл пятихат, и пойдете поднимать Battlecore Arena онлайн, делая ее большим народным хитом. А знаете что? Я поставлю сотку на то, что вы любите гонять шары настолько, что сейчас на экране одна из самых успешных и феноменальных игр 24-го года. Вот так-то. Но вообще, подобные игры мне говорят только об одном, что люди, это разработавшие, будут сокращены, а сама игра свернута вместе с десятком других. Еще одна сотка на то, что в 2024-м увольнение не просто продолжится, но это приведет к закрытию студий, их слиянию и отмене разработок. Большие игры сейчас делать очень дорого. Даже ремастеры не таких уж и старых игр, если судить по сливам инсомник, могут стоить десятки миллионов долларов. При этом продать такие блокбастеры все сложнее. Люди, может быть, и смирились, но все еще не понимают, почему они должны тратить 70 долларов за игры, которые могут не запускаться, ощущаются, как большие DLC или которые просто не доделаны. Предпосылок того, что эта ситуация изменится в ближайшие годы нет, а значит преданных фанатов, готовых платить любые суммы ради игры от любимой студии, будет все меньше и меньше. Во-первых, потому что призракам дефолта пугают все чаще, экономику по всему миру шатает туда-сюда и казна игроков начинает убывать. 70 долларов на руках-то одни, а вот три полы игр в такую цену несколько, кто-то точно не досчитается. Да и стоит ли тратить 70 долларов на симулятор платных скинов или сиквел едва ли отличимы от первой части, если рядышком лежит куча индюшатин на по цене в 2, то и в 3 раза меньше, которая выглядит интересно, играется бодро и в которую залипают все твои друзья. Трипал и сектор рискуют просто не выдержать веса своих бюджетов и раздавиться. Конечно, индустрия выживет, она не из такого выбиралась, и в самые плохие времена выходили прекрасные дорогие игры, но как-то не совсем понятно, как студии будут справляться с нынешней ситуацией. Большие компании хотят делать большие блокбастеры с большим бюджетом, ну знаете, прям как в кино. Вот только в совокупных расходах производство игры стоит дорого. У меня 70 баксов за игру, это ПСДЦ, но это уже давно норма для округа. Уже фильмов, а окупается куда сложнее. Это большой риск. Чтобы этот риск смягчить, и были придуманы игры-сервисы, в которых игроки тратят суммы в десятки раз превышающие стоимость самой игры. Казалось бы, проблема решена, да вот только игры-сервисы, если их поддерживать, не устаревают со временем как те же блокбастеры и надолго остаются в своей нише. А значит, аудитория остается к ней прикованной, что позволяет скинчикам и батлпассам в этих играх стоит как 20, так и 60 баксов за штуку. То есть, даже в... Как порталы за 30 баксов и чё-то такое вдело. ...в одной игре скупить весь контент становится... Хорошие игры-сервисы одобряешь или осуждаешь? Блять, жаб-то прекрати тупые вопросы задавать. Сложно. На это потребуется либо очень много времени и преданность, либо очень много денег. А теперь давайте вспомним, что почти 100% студий так или иначе планируют создать игру-сервис, где будут какие-либо платные элементы. Даже если захотеть содержать все эти игры своим кошельком, не получится. И если ты купил один скин в одной игре, это значит, что ты не купил скины в десятки других игр-сервисов, которые нужно поддерживать, нужно продвигать, для которых нужны коллабы и которые должны конкурировать со старыми играми-сервисами фан-база, которых просто так игру не бросит. Очевидно, что половину из студий, которая решит попытать счастье в сервисах, ждет поглощение, а другую безвременная кончина. Еще одну крайне сомнительную сотку я поставлю на кризисы в моддинг-сообществе. Что-то мне подсказывает, что компании серьезно схватятся за мододелов и захотят либо отчислений, либо интеллектуальных прав, либо еще чего-нибудь, на чем можно заработать. Не обоснованно, ничем, кроме ощущений, так что это в порядке бреда. Ну а что, продать сборку модов под видом ремастера или скопировать успешный мод и назвать его другим именем? Если бы я был владельцем большой компании, Skyrim, блядь, с пушками, и я бы так и сделал. Но этот вариант маловероятный, а все потому, что есть казино. Казиноч в играх будет проявляться все четче. Учитывая, что множество наших любимых студий, создавших наши любимые игры, уже давно разрабатывали, а если закон позволяет, то и до сих пор разрабатывают самое настоящее казино, которое приносит основные деньги, то вполне вероятно, что оно когда-нибудь станет основной деятельностью. Ни для кого не секрет, что сундуки в Counter-Strike или футбольные карточки приносят не миллионы, но миллиарды долларов ежегодно. Казино от чего-то очень популярно среди масс, лично мне это очень сложно понять. Трансляции со слотами собирают тысячу людей, и для миллионов игроков самая главная прелесть Геншина или Ханкая выбить персонажа скруток и рассказать об этом друзьям. Для больших компаний это сигнал. Люди готовы, ниша пустует, поэтому я думаю, что в 24-м начнется сближение игр и казино. А значит и с блокчейном. Вот почему я думаю, что всякие Web3 криптоигры никуда не исчезнут, хоть про них и не говорят. Блокчейн технологий все же легче представить связки со слотами и прочей дичью, поэтому чем черт не шутит, у больших игр будет появляться казино-предаток, вся функция которого это крутить колесо и собирать коллекцию скинов для основной игры, а что вполне рабочий вариант. Но посмотрим, как оно все будет. Год только начался и он таит в себе немало сюрпризов. Теперь, надеюсь, следить за игровой индустрией стало интересно не только мне, но и вам. И надеюсь, что вы соскучились, потому что я по вам соскучился. Верю, что я не сойду с ума в этом году от количества игр и смогу радовать вас контентом чаще. Думаю составить рейтинг игр 2023-го и рассказать про мною ожидаемые игры 2023-го. Понятно. На что люди тратят деньги? На самом деле, на что они тратят деньги значения не имеют, если это никому не вредит. Вопрос главный в том, чтобы они свою жизнь не гробили, тратя все деньги на это. Ну, например, когда денег нет, а ты закладываешь свой дом, чтобы прокрутить гачу в геншин импакте. Вот, тогда это пиздец. А если у человека есть лишние деньги, он хочет с ними расстаться именно таким образом, то почему нет? Какая разница?